добрый день уважаемые зрители московское время здесь 17 часов 30 минут извините начинаем нашу трансляцию среднесрочный анализ валютных курсов с вами эдуард сангатулин я жду вашей реакции ваши плюсики будут говорить о том что трансляция идет нормально пожалуйста отреагируйте так первый пошел второй пошел значит все нормально начинаем как обычно с просмотром макроэкономической статистики но начнем мы с вами не сегодняшнего дня а начнем со вчерашнего дня то что вчера как раз был самым важным значит 2100 вышли данные по процентной ставки сша ее оставили естественно без изменения и вот что мы с вами наблюдаем как и было обещано свернули программу количественного смягчения политика стимулирования закончилась совершенно однозначно больше никто ничего не стимулирует и естественно этих данных американский доллар наверняка вчера все это наблюдали очень сильно укрепился укрепление было мощным далее сегодня выходили данные достаточно обширные были причем по великобритании нужно сказать данные были посмотреть какие хорошие то же самое по швейцарии безработицы достаточно неплохо а в германии дело обстоит сокращение причем серьезно достаточно при этом цифра самой безработицы осталось без изменения нейтральная вот настроение деловой экономики хорошие достаточно секторе услуг тоже положительный фактор вот дальше выходят годовые данные по ввп и вот здесь как раз начинает самое интересное сначала американский доллар укрепился на этих данных но когда инвестор начали смотреть детали он начал сдавать свои позиции но и тем более что первичные заявки по безработицы со вторичными тоже не очень хорошо себя показали вот этот показатель оказался отрицательным и все что в начале на ввп американский доллар заработал то есть после вчерашнего импульса на этих данных которые у нас с вами среду были да вот здесь вначале он получил поддержку на ввп продолжал укрепляться но потом произошел разворот и теперь вполне возможно он концу дня концу сессии будет торговаться еще и хуже параллельно с нами вышли данные по запасам газа запасы газа увеличились посмотрим как это скажется у нас на нефтяных котировках по сути дела все события которые должны были сегодня произойти уже произошли рынок их уже учел и сейчас уже все будет торговаться на так сказать а просто отыгрыш немножко отыгрываться на тех данных которые сегодня прозвучали сегодня было очень мощное движение по рублю по рублевым парам если кому-то интересно давайте посмотрим очень можно мощное преддверии вчера завтрашнего заседания четыре сессии за один день отыгранного вниз что не может конечно же не радовать если помните ваш покорный слуга как раз об этом говорил да что не все скоту масленица если помните это озвучивали вот это масленицу мы как раз с вами и наблюдаем а значит причем здесь можно евро посмотреть то же самое вот если брать фунтовую пару то же самое там движение вниз в общем не знаю кого как меня это просто безмерно радует при этом нужно сказать что не очень сильно растут нефтяные котировки да это вот чисто движение те спекулятивные движения которые были видимо спекулянтов напугал наш банк своими заявлениями да они начинают крыть свои позиции и вот мы с вами наблюдаем такую мощную черную свечку на этих графиках нефть при этом повторюсь не растет и так какие у вас будут вопросы что не ясно что непонятно жду вашей реакции по макроэкономической статистике если есть вопросы напишите слово есть затем свой вопросик задавайте если нет то просто ставим плюсик мы войдем с вами дальше посмотрим технический вот как выглядит картиночка у нас фьючерсы на индекс американского доллара можно посмотреть в часовом формате вот это вчерашнее движение на данных фрс сегодня продолжал укрепляться американский доллар потом немножко сдал позиции и вот здесь вышли данные по ввп сначала мощный рост потом разворот произошел ты движение противоположное направление вот текущие данные которые выходят достаточно разочаровывающие по америке да они практически весь рост сегодняшнего дня свели к нулю и практически сейчас цены достигли того уровня на котором американский доллар начал сегодня торговаться то есть вернулся на вчерашние позиции на цены вчерашнего закрытия вот примерно так все это выглядит при этом цена смотрите они стремились двинуться сегодня на так тому уровню двойного касания который мы с вами говорили они почти там побывали вот этот небольшой достаточно разница так называемый эффект плюс-минус трамвайная остановка теперь смотрим триаду обратно котировок как обычно начинаем с пары евро доллар вот но здесь совершенно зеркально обратной ситуации можно посмотреть это на часовом фрейме да выглядит точно так же вот движуха сегодняшний день данные ввп штатовский отыгралась но отличие от индекса доллара немножко не дотянула до цены сегодняшнего открытия но уже почти там находится пара евро бакс теперь формализовано да если смотреть что у нас получается и так тренд нисходящий фазе импульса а вот здесь у нас фазе отката восходящий тренд поэтому получается что индикаторы друг другу противоречат поэтому вынуждены пока что сидеть на заборе курить бамбук сделок не совершать по евро баксу как бы не хотелось как бы шаловливые ручоночки у нас с вами не чесались поэтому сидим на заборе курим бамбук сделок не совершаем все совершенно квадратно это абсолютно без вариантов это не обсуждается даже смотрим дальше британский фунт который стерлингов тренд нисходящий фазе импульса тренд восходящий сидим на заборе курим бамбук сделок не совершаем нет доминанты не бычий не медвежий если здесь у нас доминанта медвежий здесь бычья значит нет совпадение мнений у трендовых индикаторов они говорят разные вещи и по этой причине мы тоже самое поскольку один индикатор не подтверждает другой сидим на заборе курим бамбук сделок не совершает опять же все абсолютно квадратно ну и поскольку у нас все основные движения по проходят не по каким-то валютам отдельно да именно по американскому доллару поэтому картинка практически на всех валютных парах она почти совпадает почти одинаковые здесь тренд нисходящий здесь тренд восходящий сидим на заборе курим бамбук сделок не совершаем не торговая ситуация закончились ряды обратных котировок теперь смотрим прямые котировки начинаем с японской иены обратите внимание диапазончик который мы с вами отторговывали цель достигнута если помните все это у нас было отрисовано в тот момент когда цены вот были еще здесь вот в этот момент мы с вами сделали предположение наше с вами предположение оказалось подтверждено практикой на то есть это не просто какие-то досужие такие эфемерные были размышления а бы как бы ковыряв носу да они были основаны на достаточно объективных факторах внешних факторах да и вот история не замедлила подсказать что вы выводы которые мы с вами делали здесь они оказались верным то есть полностью этот диапазон отработал то есть один цикл мы с вами уже получили посмотрите вот вся цель отработана теперь что мы видим формализовано на текущий момент тренд восходящий в фазе импульса то же самое подтверждает индикатору sma значит торговый день день покупок по японской валюте но поскольку я не видел никаких заявлений пока что центрального банка японии господина куроды других лиц японского регулятора о том что им этот уровень не комфортен что они желают видеть свою национальную валюту на других уровнях поэтому я опять же пока что делаю предположение что если вы будете торговать то торгуйте не выше чем вот это верхняя граница это понятно надеюсь да то есть мы заранее как бы прикидываем куда можно будет открывать сделку поскольку сегодня день покупок по трендовой торговой системе так открываем внутреннюю структуру смотрим что у нас нас идет отлив поэтому нам нужно подождать когда отлив закончится и на начале новой приливной волны по сигналу осциллятора в покупку по этой валютной паре на сегодняшний день мы определим когда у нас наступит момент входа на четырехчасовом таймфрейме сигнал должен быть четкий сформированный и что самое главное зафиксированный четырехчасовой свечкой и вот когда уже сигнал не сможет отмениться он будет четким да мы поймем что момент входа наступил после этого нужно будет открыть часовой таймфрейм и подождать узко волатильного бокового движения вот таких формаций когда рынок немножечко замрет дальше ключевое слово если если все срастается выстраивается одно за другим ставите отложный приказ buy stop определяете точку выхода где вы будете выходить стоп лоссом в качестве цели смотрим поскольку у нас ближе границы нашего с вами канала значит это порядка 110 йен за один американский доллар но и чуть выше расположена границы ценового канала могу озвучить это немножечко выше на 25 пунктов 110 йен еще 25 7 за один американский доллар вот примерно такой расклад по трендовой торговой системе теперь если рассматривать диапазонную торговую систему что мы с вами видим здесь сигналов продажу пока ж таки так и нет хотя цены находятся верхней треть поэтому подождем как закроется текущий день если ситуация сильно не изменится вполне возможно что завтра у нас уже будет день продаж пока что еще это этого не произошло и день продаж по диапазонной торговой системе не наступил поэтому с точки зрения диапазонной торговой системы мы будем ждать как закроется текущий день поскольку здесь не бамбуковой ситуации она вполне себе торговая я просто обязан задать вопрос что неясно что непонятно по японской валюте я жду вашей реакции если у вас есть вопросы нужно обязательно написать слово есть чтобы я сделал паузу и подождал пока вы напечатаете свой вопрос не стесняемся если есть вопросы задаем вопросы по делу только приветствуются не приветствуются флудерский вопрос а все что по делу можно спрашивать сколько будет необходимо я буду на это дело отвечать поскольку вопросов нет идем дальше смотрим что у нас по следующей валютной паре это доллар к швейцарскому франку тренд восходящий фазе импульса тренд нисходящий фазе отката по последней закрытой свечки поэтому ситуации типично бамбуковая сидим на заборе курим бамбук сделок не совершаем все абсолютно абсолютно квадратно без вариантов последняя валютная пара из наших мажорных валютных пар канадец тренд восходящий фазе отката тренд нисходящий фазе импульса совершенно никакого совпадения нет восходящий нисходящий совершенно разные доминанты поскольку ярко выражены доминанты по обоим индикатором трендовым у нас с вами нет значит мы забираемся на забор курим бамбук сделать не совершаем не торговый день сегодня по этой валютной паре закончили с валютными парами теперь смотрим индикатив совершенно удручающее зрелище но что это может какой подсказку давать эта валютная пара посмотрите как очень сильно прижали швейцарский франк к уровню 120 50 а ему очень некомфортно находиться швейцарскому франку по этой валютной паре вблизи вот этого уровня посмотрите да у нас постоянно шипы которые отскакивают от этого уровня поэтому если цены продолжить движение вниз то вполне возможно предположить что тоже произойдет какой-то отскок это означает что по доллару швейцарскому франку независимо от других валютных пар мы можем получить движение вверх и соответственно по другим валютным парам где швейцарский франк будет выступать в качестве валют котировки вот примерно такой расклад теперь смотрим последний финансовый инструмент нашей консервативной торговой системы что мы с вами наблюдаем фильтр смотрит вниз верхний уровень дончана нижний уровень дончана со следующего месяца мы перенесем уже получается вот на этот опорный минимум значение снизится полтинчик уйдет вверх но пока что сегодня и завтра у нас все еще остается опорный минимум вот на этой точке опорный поскольку цены пробили полтинник значит единственный вариант который мы рассматриваем возврат полтинничку отскок от него попытка сварить пол порции черепахового супа с целью до движения к нижнему уровню дончана если за сегодня и завтра этого не произойдет значит с понедельника у нас уже переместиться уровень сюда и полтинчик уйдет выше к этому нужно быть готовыми но фильтры продолжают смотреть вниз поэтому здесь мы пока что говорим с вами только о продажах и о покупках пока что не помышляем хотя если от абстрагироваться от этой торговой системы если формализованы и не рассматривать вот то что я вам сейчас скажу можете сказать что вы этого не слышали а я этого не говорил поскольку это будет действие против торговой системы это будет излишне агрессивно к чему это я посмотрите на серьезном графике на викли да мы видим уровень тройного касания первое потом второе касание подошло третье касание и сейчас уже локально на более мелком таймфрейме мы хорошо видим до что у цен есть желание вернуться к этому уровню и подтвердить его и вот если произойдет отскок от этого уровня вполне возможно это будет некая точка будущего разворота движения по этому финансовому инструменту но это излишне смелое предположение вот все что я сейчас сказал считайте что этого я не говорил даже если вы мне потом будете говорить что а вы сами говорили не скажу я вам этого не говорю я доходчиво объясняю торговая система будет говорить о покупках только тогда когда у нас фильтры пересекутся и быстрый мувинг будет над медленным вот только тогда мы будем говорить о покупках вопрос есть мы закончили весь консервативный среднесрочный анализ я жду вашей реакции есть вопрос у сергея давайте вопрос задавайте свой вопросик а трудящиеся просят показать агрессивную торговую систему которая называется могучий аллигатор пока сергей у нас печатает вопрос мы быстренько пробежимся по крокодильчику евро бакс цены в пасти аллигатора никакой торговли вся торговля должна быть прекращена по евро баксу британец то же самое никакой торговли поскольку движение по доллару скорее всего по всем парам так она будет на австралии с резкой смены направления торговли никакой япончик цены в пасти аллигатора на зубах все швейцарский франк цены в пасти аллигатора канадец цены в пасти аллигатор никакой торговли был вопрос по мувингам на золоте 155 55 вопрос есть итак я жду вашей реакции по агрессивной торговой системе у нас сегодня крокодил не ловится не растет кокос здесь совершенно безо всяких вариантов у анатолий есть вопрос давайте анатолий ваш вопросик ну кася что за вопросик у нас будет у анатолия естественно естественно экспоненциальная никогда никакими другими я не пользуюсь благодарю всех за внимание с вами был даркен готовим до свидания всего вам доброго я желаю вам удачи будьте внимательны и осторожны берегите себя удачи всем